А что такое журналистика? Видите, все дело в том, что даже за то время, что я занимаюсь этим делом, чуть больше 10 лет, журналистика изменилась очень сильно, я бы даже сказал кардинально. Потому что еще там лет 10-15-20 назад журналистика была такая вещь, которая, я не знаю, строгая, суровая, есть СМИ, средства массовой информации, но окей, оно может быть в интернете, оно может быть в газете, может быть в журнале, то есть может выходить ежедневно, ежечасно, как вы хотите. Но это средства массовой информации, в которых работает человек, он может работать редактором, корреспондентом, обозреватель, кем угодно. Сейчас же этого всего нет, оно все есть, но все сильно размылось. Но научная журналистика в этом смысле, на мой вкус, вы можете со мной спорить, можете со мной не соглашаться, может даже могут коллеги со мной не соглашаться, отличается от всех других видов журналистики принципиально. Отличается оно, я просто выступал здесь, сколько, 3 месяца назад, около того, 3 месяца назад, я примерно уже про это говорил, если кто здесь был, уж простите, я повторюсь. Оно принципиально отличается мотивацией, принципиально отличается устройством мозга тех, кто этим занимается, устройством сознания. И поэтому есть две научные журналистики, которые часто путают. Есть журналистика, ну не знаю, там про то, пишут люди, пишут про то, как там, не знаю, про реформу Российской Академии Наук, про то, куда поехал сегодня ректор, про то, там, про слияние вузов, про программу 5 топ стоит, про все вот это. Это не научная журналистика, от слова совсем. Это социальная журналистика про науку. Ну, в применении к научным учреждениям, или там, ну, иногда там бывают скандалы, триггеры, расследования, вот недавно прекрасный был пример, да, позавчера или несколько дней назад была замечательная научная новость о том, что профессор какого-то университета, оказывается, 10 лет снимался в порно. И, наконец-то, его разоблачил студент. И он после этого подал в отца. Правда, 10 лет у него была там такая звезда порнофильмов, профессор в университете. Он две совершенно разные жизни вел. Вопрос, почему 10 лет его никто не мог вычислить, студентов-то? Какие-то студенты странные вот там были, не знаю. Может, наговелись студентом, решили не парить контору. А студенткам? Тоже странно. Ну, не знаю. В общем, не суть. Вот это не научная журналистика, хотя это про науку. Про то, как она живет, про жизнь в науке. И вот, к примеру, есть такое известное издание, к славе которого я предложил свою тяжелую уроку, потому что был выпускающим редактором его на протяжении многих лет, ну, трех-четырех лет, и в рецепте состоял, и премию за верность науки за него получал, в том числе это троицкий вариант. Так вот, она тоже большей части не научная журналистика. Это политическая наука, научная политика, политика науки, оппозиционная. Ну, это такая вещь, критика, но не наука. Мы же, наш герой всех этих исследований в журналистике, которые мы говорили, это человек, это учреждение, это государство, это социум. Герой же научной журналистики – это знание. Новое причем. Самое главное – это новое знание. И поэтому у нас как раз любое наше материало, которое мы делаем, это по-хорошему журналистское расследование, только расследование про то, как устроена наша планета. Мы в этом смысле люди счастливые, потому что современный ученый, каким бы он крутым ни был бы, кем бы он, не знаю, академик, нобелевский взгляд, даже два же нобелевского взгляд, никто из ученых не может заниматься одновременно химией и астрономией, к примеру, на высшем уровне. То есть, либо ты крутой химик, и ты погружаешься, не знаю, в свою химию пероксидаз очень глубоко, но уже в химии липасп ни хрена не понимаешь. Хотя это за химией ферментов. Или ты астроном, прекрасно разбираешься в нейтронных звездах, в их слияниях, в том, как и не бывает, магнитары, нейтронные звезды, простые, великолепные семерки, ну, все что угодно, пульсары. Но ты уже вообще полный лох в экзопланетах. И только научный журналист может заниматься наукой высших достижений и там, и там, и там. То есть, условно говоря, я как научный журналист, сегодня в Казанском университете, может, в период между лекциями зайду в крутейшую лабораторию Хазипова, которая реально занимается офигенными вещами у вас. А в январе я был в Чили на самых крутых обсерваториях мира. Вот этим наша профессия и цена. Ну, помимо всего прочего, что мы, наконец-то, по счастью, реализуем форуму академика Александрова, что ученый – это человек, который удовлетворяет собственную любопытство за государственный счет. Мы это делаем в большей мере, потому что я вот всю жизнь не мог определиться, кем я хотел, чтобы быть химиком, астрономом или археологом. Побывало тем и тем, и теперь вот я занимаюсь всем этим. Это, собственно говоря, вопрос, что такое научная журналистика. Собственно, после этого можно было сказать «до свидания» и уйти, ждать следующую лекцию, потом на следующую лекцию у нас будет серьезное занятие по фотографии и все такое. Но позвольте мне занять ваше время еще немножко, если можно, конечно. Потому что нужно поговорить о том, чем мы сейчас на самом деле занимаемся. По счастью, сейчас научная журналистика плавно размывается в то, что называется «science communications». Это как-то можно поднять? Если не сложно. А вот. Потому что научная журналистика, то, что ты сейчас говоришь о научной журналистике, это вот как бы на Западе уже сложилось такой «science journalist». И говоришь, что «I'm science journalist». И он говорит «вау, вау, вау». И все как бы дальше. Но на самом деле, условно говоря, вот у них еще там, уже на Западе, уже все четко поделено. Есть в университете «media office», который занимается пресс-релизами, кто-то занимается чем-то еще. Мы сейчас занимаемся всем. Поэтому есть такая вещь, которая называется «научная коммуникация». Это вообще любые формы взаимодействия, точнее, проникновения науки в общественное сознание. Можно сказать так, казенным языком. То есть есть общая область, которая называется «научная коммуникация». У нас сейчас, к сожалению, потихонечку происходит формализация этого, всякие круглые столы, заседания в РВК, бла-бла-бла-бла-бла-бла, полная фигня. Это скучно. И профессиональные научные коммуникаторы, к сожалению, в первую очередь, это пиарщики, что тоже скучно. Потому что они пиарят, не зная, что они пиарят. Сказали, пиарят бревно, будем пиарить бревно. Сказали, пиарят науку, будем пиарить науку. Разницы никакой. Как говорил мой учитель по видеосъемке, деньги платят, значит, искусство. Но про это нас лечим заметить. Итак, есть научная коммуникация, условно говоря, science communications. В этом множестве, по-хорошему, есть три как-то переплетающихся области. Это, условно говоря, вот такой вот кружочек мы здесь поставим. Это будет называться научная журналистика. То есть это как раз то, что стандартная вещь, когда человек пишет для СМИ про научное открытие. То, с чего мы все начинаем обычно, да? Есть... Ну, можно назвать popular science, популяризация науки. Она отличается чем? Стандартный, ну, в кавычках, стандартный популяризатор науки – это человек, который рассказывает о своей и смежных областях. Есть хороший пример. Например, в России Сергей Попов в этом году получил премию за верность к науке от Минобра. Мой очень хороший друг, по-сему, уже 10, наверное, дружим. Вот один из первых и самых лучших популяризаторов науки современного смысла в России. Он астроном. Он занимается нейтронными звездами. Но в его лекциях... Он читает лекции 50-60 в год, наверное, он могучно читает лекции, пишет книги, материалы какие-то делает. Вот у него в лекциях и нейтронные звезды, и экзопланеты, и лучшие события в астрономии. Но мы, кстати, с ним честно поделили Вселенную. Солнечная система – это мое, а все остальное – это его. Честно. Но он профессионал, он астроном. Поэтому он популяризатор науки. То есть он выходит за рамки своей профессии, точнее, он выходит за рамки своей специализации. Но он не выходит за рамки своей профессии. То есть он не пишет про биологию, ничего не рассказывает. Он рассказывает про астрономию в целом. Хотя сам специалист по нейтронным звездам. И есть научный пиар. Вот так это как-то в среднем живет. Но, кстати, заметьте, видите, я не просто разделил на три части зону, да, а внутри сделал три таких шариков, которые как-то взаимопересекаются. Потому что здесь, да, здесь есть свободное место для кучи всего, что можно придумать. И жанров научных коммуникаций огромное множество. И каждый из вас может придумать свой. Это я по своему опыту говорю. Причем придумывается это буквально за чашкой кофе в дружеском треопе. Ну, кто кофе, кто коньяк, не знаю, как ему больше нравится. У меня получилось за чашкой кофе. Вот когда придумывалось чуть больше, год назад, мне объяснили, Алексей, нужно какую-то вот, будет там, в Красноярской выставках, книжная выставка, книжная ярмарка, кряк, и типа это, нужно что-то про судьбы героев придумать, что-то, чего не было раньше. Я, как человек, помнящий еще там комсомольское советское пионерское прошлое, вспомнил там суды, товарищеские суды, мы решили судить супергероев с точки зрения науки. Получился формат, который называется суд над супергероями, который разошелся теперь по всей стране. Очень круто. В смысле, я тут уже не... Я бы только придумал, и все, пошел дальше. И так каждый из вас может... Огромное количество незанятых ниш. Есть отдельный жанр, с которого каждый из вас тоже может начать, если как бы человеку что-нибудь берут в СМИ, описать хочется. Сейчас каждый из вас может стать средством массовой информации, причем даже попасть под закон. То есть, сделать свой блог какой-то интересный про науку, про что-то в науке, который будет читать 2000 человек в день, вообще не проблема. Вот от слова совсем. То есть, если у вас будет интересно, то в пике... У нас сколько получалось? Вот мы в летном создали блог про историю медицины. Максимум у нас было 60 тысяч в день. Один раз получилось так. Ну, случайно. Случайно. Если у вас туда трепостил хороший такой... Влезаешь в топ, какого-нибудь в топ-жж, и все. И потом только вычищай мат в комментариях. Вот. Блогерство. А вот тут есть люди, которые делают всякие какие-то замечательные другие популяриторские форматы. Какие-то фестивали науки, круглые столы. Это все делаем мы. Можно заниматься... И кроме того, кроме текстов, есть же куча всего. Кроме текстов и публичных выступлений, есть видео, есть комиксы. Сейчас люди научились делать прекрасные комиксы научные. Один из самых популярных материалов у нас на портале, который я сейчас делаю, был материал с комиксами о том, как, прошу прощения, нейромедиаторы в физикулах ездят. Фактически человек Нобелевскую лекцию про физикулярный транспорт переложил на язык комиксов. Получилось охрененно. Просто очень классно получилось. Вот это вот такой вот жанр. И это все вы можете смино называть научной журналистикой. Хотя это, конечно, уже никакая не журналистика. Ну, по строгим меркам, не знаю, советским. Есть еще одна область, куда можно и нужно заходить, которая немножко отличается от научной журналистики. Она лежит рядышком, стыкуется. и перекрывается примерно процентов на 70, но отличается, в первую очередь, степенью ответственности личной и степенью этики. То есть, этичность человека, который занимается второй этой вещью, должна быть выше. Это медицинская журналистика. Людей там еще меньше, чем в научной журналистике. Бреда еще больше. И при этом, даже если вы человек кристально честный, пишете исключительно правду, опираетесь только на научные данные и все такое, у вас каждый раз, каждый раз, когда вы пишете статью, должна стоять в голове один вопрос. Имею я это право писать или нет? Объясню почему. Потому что в науке о медицине, в медицинской науке, случаются такие вещи, которые нельзя рассказывать простому человеку. Пример. Совершенно достоверно описано в журналах в самом высоком уровне, в Ланцете, в Плосуане, где угодно. Даже в Нечке, по-моему, было. Случай самопроизвольной ремиссии рака с четвертой степени, с терминальной. У человека терминальная стадия рака. Все, два месяца осталось. А потом раз, и откатилась назад. Так бывает. Но если вы, не дай бог, про это напишите, это будет означать, если вы, не дай бог, про это напишите, скажем, не в каком-нибудь, не знаю, на элементах РУ, которые считают люди вменяемые, с критическим мышлением, а, скажем, в московском комсомольте, или в известиях, или, не дай бог, в Live News, это означает ровно то, что вашу статью, во-первых, прочитает около миллиона человек, из этого миллиона человек три или четыре откажутся лечиться на второй стадии, и их смерть будет на вашей совести. То есть, когда вы пишете о медицине, вы должны понимать, что так или иначе люди будут принимать решения, связанные со своим здоровьем, со своей жизнью, основываясь на том, что вы написали, а не на том, что говорит их лечащий врач. Поэтому, естественно, тот человек, не обладая всей полнотой информацией, полнотой диагноз, как бы он говорит, ну, понятно, да, сколько у нас людей лечится по интернету, и умирает этот отпечаток. Нормально, естественно. Это вещь отдельная, тонкая. Плюс тут нужно говорить, что в отличие от научной журналистики, в медицинской есть полно рекламы, джинсы, фармы и всего такого. То есть, это вот, вот в этого там вот столько, даже больше. Плюсы. Занимаясь научной журналистикой, вы легко переключаетесь на медицинскую и обратно. То есть, это вообще не вопрос. Вы знаете, как устроено научное мышление, знаете, как устроено, как бы, наука в целом. Поэтому вот эти две области, которые перед вами лежат, они все открыты, и у людей очень много требуется. Есть несколько нерешенных проблем, которые кому-то из вас, ну, или из нас предстоит решить. Главная проблема в научной журналистике, ну, какой основной материал в научной журналистике? Жанр какой основной? Ну, жанр. Самый распространенный, чего больше всего приходится писать? Новости. Правильно. Что есть новость, точнее, что есть новостной повод в научной журналистике? А? Открытие. То есть, ну, открытие. Статья в какая-нибудь, я не знаю, в этом самом, в Нэйче. раскопки, конференции, ну, понятно, как бы что-то нашли, открыли, раскопали. А теперь, внимание, вопрос. Да, и новостные статьи, это базы, на которых все там, все остальное, это надстройка сверху. То есть, большие статьи, книги, обзоры, они вытекают из этих новостей. Мы их собираем, как бы компилируем, расширяем, и вот дальше начинаем строить. Ну, заводчик там исторических вещей, исторические темы сами по себе, история науки, история медицины, все такое. Окей. А теперь вопрос. Как писать базовые новости в гуманитарных науках? Что является открытием литературо-видения? Как писать на философию? Я не знаю. Сразу говорю, я не знаю. Я всякий раз пытаюсь какие-то вещи делать. То есть, да, иногда, иногда бывают новостные поводы. Иногда бывает, там, не знаю, ввод, введение конференции, выход новых, открыть новых источников. Крайне редко, не знаю, в истории в науках, которые занимаются древнерусской литературой, открыли новый список книг о новостной летописи. Ура, супер, можно писать. Вот, да. Ну, вот остальные там, введения в блока. Это сложно, но тоже можно. Это просто писать в рамках блога, конечно, там не требуется никакой новостной повод, ничего. Но, но все остальное сложно. Опять же, вопрос о каналном распространении информации, да, то есть, как бы, сейчас СМИ, ну, вот, сам по себе, там, средства массовой информации, оно не главное. Главное, как ни странно, в соцсети. Вот, на портальной аэротехнологии РФ, которую мы сейчас ведем, у нас, ну, процентов 70 посещаемости из соцсетей приходит. Из тех людей, которые читают и следят за нашим сайтом через паблик ВКонтакте, паблик в Фейсбуке. Вот, и, как ни странно, здесь тоже можно совершать новое открытие. Ну, вот, именно, открытие в нашей области, да? Это, в первую очередь, то есть, ну, через что у нас сейчас, в основном, ученые сидят в Фейсбуке, студенты ВКонтакте. И постепенно пересекаются, Ученые постепенно дрейфуют ВКонтакте, студенты постепенно дрейфуют в Фейсбук. Это, как бы, мы сейчас наблюдаем этим. Во-первых, сорвет джекпот тот, кто научится продвигать науку в одноклассниках. Вот, если сможете, то есть, как бы, вы можете отновить свое агентство и просто, как бы, зарабатывать миллионы. Правда. То есть, ни у кого пока не получилось. Я не пробовал. А знаете, что это Фейнер для этого? А? А что это Фейнер для этого? Что он же писал к вам про физику или домохозяек? Нет. Домохозяйки сейчас нынче поумнее стали. Как ты или десяток? Ну, как Коренберг говорил, что нужно объяснять любую науку и попытаться объяснить своей бабушке. Да, конечно. Окей. Ну, как ни странно, есть каналы, которые неожиданно, вот буквально недавно, замечательный сибирский, красноярский биофизик и популяризатор науки Егор Садиреев, он, помимо всего прочего, ученый, секретарь Института биофизики сибирского отделения РАН, потрясающий лектор и замечательный научный журналист, популяризатор науки, он завел себе аккаунт в Инстаграме и продвигает науку через Инстаграм. Интересно, но у него получается. Сейчас очень мощно развиваются каналы через Телеграм. Вот в России Телеграм очень круто, не хватает ресурсов завести к каналу нашего портала. В Телеграме надо это уже делать. Вот. Вот Твиттер у нас не пошел в стране пока что. Но, если вы хотите как бы продвигаться на Запад, естественно, вам придется заниматься Твиттером. Вот. Это что касается того, как вы... Но, кроме того, вы можете сделать собственно свою страничку в том же Телеграме. Просто сам по себе канал в Телеграме без ничего. Тоже может быть вполне себе средство массовой информации. Легко. Если вы будете там писать интересные вещи. Более того, в любом из аккаунтов там в Фейсбуке, в ЖЖ, где угодно, вы сами можете вообще, не написав ни одного своего слова, стать популярным научным журналистом, научным там, блогером, чем угодно. Просто собирая нужную информацию от нужных людей. И правильно я подбираю. Сделайте просто нужную подборку там, не знаю, блока биологии. Да? Ну, просто если вы подберете именно то, что как бы нет ни у кого, у вас есть шанс на какой-то начальный ход. к примеру, да? Есть в ЖЖ замечательный юзер, как же написано, аспидиска. Такая вот, по-моему, вот так вот написано. причем какая-то из и, по-моему, там как единицы пишется, но я не помню. Вот. Женщина, по-моему, это женщина все-таки, она пишет исключительно о микробной фауне очистных сооружений. Вот. О микробах, которые живут в очистных сооружениях. И там оказывается целый мир. Там фотографии, там всяких, там радиолярий, вот эти вот, инфузории, амеб. И о них, обо всех, можно так классно писать. Это с одной стороны, во-первых, как бы, это вот, ну, в научных кругах делают известные. А во-вторых, потом, если как бы, вот человек много-много пишет, потом, люди понимают, что в интернете, если за интересным микробом, да это к ней, ну, зараза ходит, и все, как бы, там точно есть. Вот. То есть, вот если вы найдете, найдете свою нишу, с которой стартовать, а ниш не за полных, вот правда, я вот сейчас скажу, что у меня есть там в голове штук 15-20 идей для блогов, но у меня и так уже два, мне хватит. У меня два блога, портал, и еще куча всего, еще четыре книжки в работе. Вот. Чем еще хороша современная научная журналистика, если мы говорим о текстах? Тем, что любой текст можно продать трижды. и получить за него деньги три раза. Первый раз. Вы пишете, вы находите какую-то замечательную тему, ну, идею, да, а лучше серию идей, и пишете по ним статьи, или колонки, то есть написали статью, там, не знаю, исследования Марса, ну, такие вот, все что угодно. одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Потом, если у вас все нормально с русским языком разговорным, с образностью, со всем остальным, вы делаете по каждому из этих текстов, расширяя его, публичную лекцию, и с ними гастролируете по стороне. Это два. Сейчас за лекции иногда даже платят деньги. А потом вы берете эти лекции, объединяете их в книжку. И издаете еще книжку. Потому что на гонорар от книжки жить невозможно, а вот так как-то вот все собрав, как-то уже и нормально получается. Вот. И это что касается жанров. Плюс, да, конечно, там есть еще фото, видео, это отдельный разговор, мы про это поговорим через занятие, да? А ты следишь за временем? Через меня. Через Аркадий, я просто, чтобы я не затрепался слишком много. Вот. Если же мы будем говорить про технику, про то, чем мы занимаемся с точки зрения техники, да, то у нас здесь на самом деле все просто. То есть, как устроен текст, вы, наверное, без меня знаете все, да? Все просто. Один раз рассказываю себе одно, потом второй раз, третий. А потом подробно. Вам Илья Феропольдов должен был что-то рассказывать. Рассказывал же, да? Прекрасно. Что я не буду рассказать. Но есть один инструмент, который, не знаю, про который он рассказывал, не рассказывал, который самый важный в нашем деле. Инструмент называется метафора. Да? Вот без нее никакой научной журналистики не получится. Да? То есть вы должны уметь, ну, желательно под каждый случай, но, если не получается под каждый, пока в каждом большом примере, в большом материале, научиться объяснить что-то на пальцах. Да? То есть найди какой-то хороший пример. Найди какой-то вот, ну, знаете, стандартная метафора, когда вы сейчас открыли гравитационные волны, все начали объяснять по методу Григория Тарасевича с простыней капусты. Он натягивает в простыню, кладется капусты, он прогибает простыню, он прогибает массы, искривляет пространство. Да? И бегут вон. Вот. Ну, вот это вот на пальцах наука и получается. Да? Ну, не знаю, если мы будем говорить о нашем вот с Аркадием, в примере, ну, там, про химию, да, то есть можно рассказать, словно говоря, что такое краун эфир, да, это как рюмка на одну молекулу. Очень условно, но тем не менее. Ну, нехорошо не рюмка. Каликсорен, чаша на одну молекулу. Там и название не такое. Да. Каликсорен, криптанты, кавитанты. Криптанты, пещеры на одну молекулу, карцеранда есть, и все такое. Вот. А вот без метафор вам не обойтись. И вот здесь, собственно говоря, и существует, то есть каждая придуманная вами метафора, именно вами придумана, не взята у кого-то, это и есть ваше собственное личное открытие в жанре научно-популярного дела. Да, то есть вот. И чем больше вы таких открытий совершили, тем вы, короче, как научный журналист. Мы меряемся не текстами, а вот количеством открытий по-хорошему. Можешь придумать новое слово. Тем более, сейчас такое время, когда все новое, то есть и ну, опять же, за 10 лет же все изменилось, меняется сильно. Я вот понимаю, что у меня в Фейсбуке есть человек, который придумал слово Рунет. А я работал с человеком, который там создал Рамблер и антиспам, и проверку орфографии в Варде. Ты понимаешь, как бы, что вот сейчас мы с вами делаем историю, потом, когда все выйдет на плато, наш рост технологический, все будут просто говорить, ну, да, эти люди стояли там, у истоков всего. Вот мы, вот вы последнее поколение, которое стоит у истоков нашего жанра. Последние классики. Это мы Тарасевича все знают, Григория, да? Григорий Тарасевич, замечательный научный журналист, издатель, ну, и главный редактор журнала Кот Шрёдингер. Вот мы любим друг друга подкалывать, когда встречаемся и представляем друг друга незнакомым людям нашим. Вот Григорий Тарасевич, классик. Ну, он меня, соответствующий образом, подкалывает. Вот. У вас есть тоже, у каждого, сейчас есть шанс к классикам. Причем, кстати, классикам года за три. В нашем деле классикам становится за три года. А те, кто проработали больше пяти, считаются вообще уже мамонтами. Десять лет равняется динозавру. Поэтому, собственно говоря, если, говорить совсем, попытаться сжать все, что я рассказывал в два предложения, да, то есть научная журналистика это то, это рассказ о том, как живет научное знание в постоянно расширяющемся поле жанров и форматов. Я в одно предложение уложился. Замечательно. Очень много чего хочется сказать с этим, ну, как бы, еще других вещей, от ползающих от вот этой темы, но они почему-то все завязаны вот в мои дальнейшие лекции науков СМИ, как самосовершенствоваться, про фотографию. Поэтому я, ведь сейчас я давайте умолкну и дам слово вам. Очень хочется услышать вступные ваши вопросы, потому что я-то говорю, я вас, ну, за некоторым исключением не знаю вообще. Прежде чем я задам свои вопросы, скажу еще одну вещь. Вам имеет смысл, ну, если кто захочет, конечно, безусловно, не обязательно, ни в коем случае, от этого не зависит, там, ни сертификат, ни диплом, ничего, вы можете добавить меня там в соцсетях, кто где хочет завычать одноклассников, да, наверное, все-таки. Ну, не можно в одноклассниках, не вопрос. Я даже отвечу, наверное, но не сразу. И потом задавайте мне, если какие-то вопросы придут в голову, потом задавайте. А сейчас мне хочется знать, чего вы-то хотите, спрашивайте меня. Вам-то, наверное, что-то еще интересное? Вижу вопросы, наверняка. Кто у вас из блогов? А? А, из блогов? Блогов, да? У меня есть в ЖЖ два блога. Один из них это блок научных журналистов. Сейчас я его чуть-чуть запустил, потому что не было времени, мы поднимали портал блок Science Blogger. Это блок, который мы ведем со Снежаной Шабановой, блок научных журналистов. Я надеюсь, что где-то с конца марта я все-таки начну более активно писать, а не только репостить туда какие-то вещи. Есть блок медицинской истории, мы ведем его с моей ученицей Анной Харужей, она здесь будет, наверное, через месяц. медхистория. Это все в ЖЖ, да. Я не знаю, свет можно, наверное, включить поярче? Наверное, можно, говорят. Вот. И еще. Ну, сейчас все мои душевные силы, резервы и все остальное уходят на то, чтобы создать команду моих учеников, опять же, с нуля из студентов и аспирантов, занимающихся наукой, мы сейчас сделаем портал по нейротехнологиям, который уже стал главным ресурсом по нейротехнологиям в стране, как ни странно. Просто нет такого, опять же. Мы придумали его, вот нету, мы сделали. Он доступен по двум адресам. Это русскими буквами нейротехнологии.рф или нейротехнологии.рф точка роу. Вот это основные вещи, в которые я пишу почти каждый день. На нейротехнологиях мы делаем минимум три материала в день, но при норме в пять. И пока что процентов семьдесят из этих материалов пишу я, но это потому, что у меня опыт больше десяти лет, а ребята, у меня, собственно говоря, у нас команда очень небольшая, и был очень интересный как раз опыт, что касательно журналистики, журналистов и журналистов. Идея была простая, а когда мы делали этот портал, понятно, что пока на него денег нет, все работаем за интерес, на будущее, и мы решили попробовать такую схему. В Калининграде, у нас база в Калининграде, там получилось, так получилось, нам деньги дал Калининградский университет на нарисовать сайт, на поддержку, но не на контент. И мы придумали, есть много зарубежных ресурсов, в которых очень много текстов, мы решили, что студенты и аспиранты, которые занимаются нейронауками, будут это переводить на русский, подстрочник, потом журналисты будут брать этот подстрочник, переписывать его уже по журналистским стандартам, потом это попадет к выпускающему редактору, как раз, к Ане Хоружей, моей ученице очень хорошей человека, который очень быстро вырос в серьезного профессионала, ну и потом уже, который проверить не потерял, если что по этому пути, по дороге, сутевого, фактического. Но оказалось, что ученые пишут лучше. Даже если идет речь о простом рерайте новости, там, с пресс-релиза Казанского университета, так было, ученые это делают лучше и пишет грамотнее, язык русский, у него богаче. Не знаю, почему так получилось. И в итоге журналисты у нас как-то отпали, сами по себе, мы их никто не выгонял, они просто отпали. И у нас сейчас в команде шесть человек и пишущих. Но они все вот такие ученые, будущие и молодые ученые. И, естественно, у них пока нет возможности писать по одному, по два материала в день. Кто пишет через день, кто пишет раз в неделю, у кого как получает, в зависимости от жанра, в зависимости от всего. А я пишу по один, два, три, четыре, пять материалов в день. Ну, между делами. Сейчас приехал, написал два материала, пошел ко мне, вернусь в гостиницу, еще два напишу. Тем более завтра тематический день, а завтра всемирный день сна. Вот, вот, вот мои ресурсы. Еще вопросы? Да. Уместен ли юмор? Да. Уместен, но тут вот здесь вопрос, которому вещь, которому нельзя научить, но она очень важна. Важны меры и такт. То есть, вот как бы вот чтобы это все соотносилось и со статьей, и с имиджем издания, ну, в общем, чтобы это все было уместно. А, да, конечно, чего не пошутить-то? Женька вообще прекрасная. Все как на звере, там юмор тоже. Ну, у Жени свой видеоблог, она сама по себе так будет. Она сама себе хозяин, она сама себе создает созидатель. Я говорю про уместность тогда, когда ты пишешь в каком-нибудь издании, да, то есть, там, такие вещи, чтобы она сочеталась. не знаю, в российской газете там слишком ржачно писать не особо. А в Котарш-Рюдингер можно. Ну, да, там, где употреблять, где можно употребить мем с Карлом, где нельзя. Да, то есть, если бы я писал, не знаю, я написал, ну, сейчас скажу кого-нибудь, не знаю. А, первооткрыватель групп крови Ланчштайнер. Если я пишу статью на биомолекуле, я, конечно же, верну, что это группа крови, я открыл Ланчштайнер, Ланчштайнер, Карл, его Карлом звали, да, а какую-нибудь энциклопедию я этого делать не буду, да. Ну, опять же, не знаю, зависит от энциклопедии. Еще вопросы? Нету? Эти закриверные. Или все понятно, или ничего неинтересно? Одну я не знаю. А скажите мне, кто-нибудь из вас уже что-нибудь писал? Просто, чтобы не делиться. Кто писал? так, вы, вы, окей. А? Что это? Ну, статью, новость. Почему все? Я писала, я пишу, что это, что это, что это, что это, А у кого из вас есть, кто из вас ведет какой-нибудь блог? Есть такие? Сидит просто как бы. Я даже могу руку поднять, даже две. И ногу. Отлично. Потом расскажете мне, какие. Я с удовольствием почитаю, мне интересно. А все сказания, да? Никто не прижил. Ага. Хорошо. Мне просто на самом деле действительно интересно, потому что даже вот такое количество людей мне очень приятно видеть, потому что от города к городу интерес к научной журналистике и лояльность к этому университетскому начальству, ну, вузовскому начальству, оно совершенно разное. потому что вот мы очень много пытаемся сделать что-то в Волгограде. То есть приходится, условно говоря, устраивать византийские игрища, то есть сначала поговорить с замминистра здравоохранения, сказать ему, знаете, шаляк, такое дело, вот, с популяризацией медицины в стране плохо, надо менять, он скажет, да, надо менять. И потом прийти к ректору и сказать, знаете, а я вот недавно говорил с замминистра, и он сказал, что надо что-то менять, как бы это делать менять. И он сказал, ну, раз замминистра сказал, то, конечно. Иначе, вот, реально, Путин сложный и очень тяжело пробивается, но, тем не менее, вот, мы сейчас второй конкурс по научной журналистике про Венскольф в Волгограде, в первом было, в Волгоградском медицинском университете в первом конкурсе было 7 работ, сейчас уже больше, уже хорошо. Ощущение зависит от слова совсем. Это да, но их все равно доли процентов, всегда доли процентов, ну, условно говоря, 7, 10 и 40 человек на любой ВУЗ, абсолютно на любой ВУЗ, это вообще нигде, ни о чем, да, с одной стороны. Интерес к науке есть везде, он есть, причем, чем меньше город, тем он больше, как ни странно. Мы проводили фестивали науки в таких городах, как Мончегорск, извините, 55 тысяч человек, и Норильск, самый крупный город за полярным кругом, там 135 тысяч человек. Вот в Мончегорске у нас за два дня фестиваля науки посетило 3 тысячи человек, то есть, из 55, да, посчитайте, да, то есть, из 55, это приличный процент, а в Норильске 9 тысяч, то есть, это офигеть какое число, причем все там такие интересующиеся, там, с вопросами, после этого оставили там какие-то связи, там, приглашают, там, почитать лекции, все так вот, то есть, очень хорошо. Не знаю, с чем это связано, вот опять же, Владивосток, он как-то сейчас сильно растет, Ростов, который гораздо крупнее, в нем много вузов, реально много вузов, есть даже центр атомной энергии, который проводит какие-то мероприятия популярные, полный ноль, никакого движения, ну, я просто говорю про те города, в которых я там как-то движусь, да. Зависит на самом деле от, ну, есть какая-то критическая масса молодых людей, которые что-то делают. Один человек ничего не сможет сделать. Два человека уже силы. Когда их пять, это вообще без... Пять человек может пробить любую бюрократию вообще от слова совсем. Я проверял. Ну, в принципе, один тоже, один может, но должен быть человек незавурядный. Как сделать, чтобы выглотно популярен? Ну, угадать нельзя, но есть правило, найти тему, писать о том, о чем никто не пишет. Таких тем много, правда. У меня вот сейчас в горке 15 темы есть, записано в журнале, в рабочей тетради, как бы, вот то, о чем хотелось бы написать, вести бюрок. Это первое. Второе, писать о том, о чем интересно вам самому. То есть, ну, нулевое правило, оно очень журналистикой, должно быть любопытно. Любопытно. Я уже рассказывал на прошлых занятиях о профессиональной пригодности к журналистике научной. Это единственное, ну, как бы, качество, которое характеризует пригоден или непригоден человек к нашей профессии, это любопытство врожденное. Есть, годен, нет, бесполезно. Интересно, человек писать не будет никогда. И хороший русский язык. Юмор, разумеется. Не писать поначалу очень длинных текстов, если вы не можете написать лонгарит, который будет читаться в 10-ти знак, который будет читаться от начала до конца, пишите короткий текст. В фоточке, конечно, котики. Котиков можно делать и в науке, между прочим. Вот у меня есть прекрасный, самый прекрасный, есть замечательный друг Илья Кабанов, основатель альманаха МедКерком и популяризатор науки замечательный. У него есть лекция про животных в космосе, которые дали в космос. И он счастлив, потому что американцы запускали в космос кошку. У меня есть котики. Да, вот котики. А у меня в лекции про освоение Солнечной системы, ну, про изучение Солнечной системы, есть большая лекция, такая на 200 слайдов. И там я тоже нашел возможность рассказать про котиков, потому что, как известно, сейчас заканчивается изучение кометы Чурюмова-Гересимянка. И ее картировали, ну, по тем самым, сделали такую карту ее, и разные регионы назвали разными египетскими названиями. на всяком, там все вокруг египетской тематики. Там есть регион Баст в честь богини котиков. Есть уместности. Есть уместности. Есть уместности. Если там про котиков, то можно сказать про котиков. Все просто. На самом деле, вот чего не должно быть, это лишнего. То есть вот вашего ценного мнения, там, желательно, то есть оно может быть, но оно должно быть как-то вот, типа, вот я считаю, а я считаю, что это все фигня. Если вы пишете там, не знаю, все равно найдите, вот какой-то личный элемент должен быть всегда. И личный, и человеческий, в смысле, как бы, и личное ваше отношение. Ну, банальная вещь. Я только что, у меня есть серия текстов, которые на разных заданиях публикуются, я решил написать обо всех Нобелевских лауреатах по физике, химии и медицине. То есть там все 600, то есть 600 статей написать. Только программа на 10 лет, 600 статей. И 6 тамов книжек. Потом. Только что закончил книгу, статью о изобретателе, от первооткрывателя стриптомицина Зелемане Ваксмане. Человек, который первый целенаправленный антибиотик создал, пенициллин был случайностью, а вот стриптомицин против туберкулеза, он единственный, который был сделан такой целенаправленным поиском, долгий поиск, 10 тысяч почвенных микроорганизмов. Проверено. Можно было написать, что вот там Ваксман учился в Рутгерсе и все такое. Но найти, что, ну, хорошо известно, что передавцы сказали, во-первых, привязать его к России, потому что он действительно прожил первые 19 лет в России, в нашей империи. И сделать так, не написать, что он просто родился в Прилуках, учился в Одессе, уехал туда, в Рутгерс, в сельскохозяйственный колледж, а написать, что он родился там, в 20 километрах от того места, где умер, и до сих пор лежит в мавзолее Великий Николай Пирогов, это уже немножко другое. А потом сказать, что и он учился там же, где учился я, в том же учебном заведении, ну, там, в соседнем. А? В Одессе. Я одессит, я учился в Ришелевском лицее, а он окончил пятую гимназию. Это были два конкурирующих учебника. А учился? Я закончил Одесский университет. Одесский университет. А как у вас университет? Химик, химик-органик. Я химик-органик, синтетик, занимался как раз макроциклами всякими. Вот. Вот написать, как бы, вот такие вот вещи, как бы, или когда ты пишешь, условно говоря, про, ну, не знаю. Ну, вот история про Эйкмана, который открыл витамины, да? Самого Эйкмана уже забыли тысячу лет. Но вот историю, написать, что эту историю с цыплятками, которые там умирали без риса, да? И в школе учат эту историю. Кто там, как там, как были открыты витамины сами по себе, там, цыплятки, им сначала умирали, потом им дали на рис, не шлифованный, они снова оживали, все такое. Вот это вот, историю знают все, ну, многие, хорошо, многие знают. И вот к ней может, то есть, привязать что-то, что человек может понять, принять на себя, и уже, как бы, загоревшись немножко, да, он уже дальше будет читать все остальное, что вы напишите, гораздо лучше. И запомнить лучше. И в следующий раз к вам придется. Ну, вот так, наверное. Еще вопросы? Если кто-то стесняется, может, потом подойти лично. Это тоже не страшно, не больно, я не кусаюсь. Отличный вопрос. Я бы, вот если вы хотите это сделать, вот мой вам совет, если вы хотите занимать популяризаторию юридических знаний, да, заведите блок, который будет называться «Наука ли юриспруденция?» С вопросом. Все придут. Вот. А дальше уже просто находите какие-то интересные вещи, случаи, и разъясняйте, допустим, вещь, юриспруденция – это вещь, которую действительно нужно разъяснять. И это интересно и важно, и очень мало людей, которые умеют рассказывать это на пальцах правильно. Причем, да, вот тут у вас будет большая сложность, но с одной стороны нужно рассказывать все-таки, ну, закон, юриспруденция, она достаточно жесткая штука, то есть жесткая и строгая. И вот рассказывать об этом на пальцах с юмором и вот с такими-то вещами, это вот… Но есть возможно, есть люди, наверняка, то есть, ну, к примеру, да, я уже вывернусь другую вещь, есть страшная вещь, которую называют психиатрия, да, вот, есть человек, который умеет о ней рассказывать так, что я его тексты, тексты о его опыте перечитывал уже раз в восемь, наверное, книжку, две книжки, точнее, и каждый раз ржу, просто я не могу остановиться, потому что это безумно смешно. Товарищ Малявин? Это Максим Малявин, в ЖЖ, он называется ДПМ Макс, вот, мы с ним уже очно познакомились, блок добрых психиатров, да, Максим Малявин и его супруга, они ведут совершенно потрясающий блок, потому что там клинические случаи, и у него есть еще учебник психиатрии, который вот своим языком таким вот смешным рассказывает нормальную классическую психиатрию, вот как учебник, только вот таким языком написанным. Если вы будете когда-нибудь учиться в медиа, или там проходить психиатрию, возьмите, купите, и прожите. Если вы будете так отвечать, не исключено, что вам поставят двойку, но скорее всего, это будет просто ура, пять и автомат. Это действительно очень хороший пример, как рассказать о любом, любые вещи, которые вы занимаетесь. вот. А вообще, ваш вопрос, тут вопрос о гуманитарных науках, то есть, что есть новость. Новость юридических, новых еще более сложная вещь. Но там, у вас, правда, есть проще, у вас регулярно меняются какие-то нормы, да, выходит новый законодатель, меняются какие-то кодексы, и это есть новостной повод, и повод о том, чтобы расходить, с самым по себе новостям пришли изменения в гражданский кодекс. А потом, у вас прекрасный повод в своей новости, в своем материале рассказать о гражданском праве. Хорошо и популярно. Ну вот, у нас на факте есть, так сказать, интернет-СМИ на занятии мудра, и такие новости юридического данного они очень, они крайне популярны. Ну вот. Иногда может получиться, что, как вы пишете новость на инфряду и норме плохо, она уже стреляет и появляется новелла. Ну да. Ну правда. Офигенно. То есть. Любой человек, который пишет об астрономии, мечтает побывать в Чили, потому что, во-первых, там самое красивое небо в мире, Там самое чистое небо в мире. Во-вторых, там действительно стоят, ну, то есть там, это Южная Европейская обсерватория. Чили есть в Европе? Не-не-не. Смотрите, телескопы, в Европе телескопов нет хороших, потому что в Европе страшная световая засветка, там много света. Чтобы было хорошее небо, у нас в России есть 6-метровый телескоп прекрасный, в Карачаеве, Черкесии. Но там небо все-таки похуже, меньше ночей ясных, мутнее атмосфера, больше засветка. Поэтому, чтобы были хорошие телескопы наблюдения, нужны два условия. Высоко, то есть, ну, хотя бы 2000 метров над уровнем моря. И сухо, потому что сейчас очень много наблюдают в инфракрасном диапазоне, в субмиллиметровом диапазоне, а это пропускается только, то есть очень сильно поглощается влагой, парами воды в атмосфере. И там еще должно быть много ночей в Чили, около 320 ясных ночей. И там сначала европейцы еще в 50-х годах решили построить телескоп в Южном полушарии. Сначала рассматривали Южную Африку, потом выбрали Чили. Сначала построили в Ласилье обсерваторию на 2600 метров 65-го года. Но потом техника росла и построили самую уникальную оптическую систему из четырех восьмиметровых телескопов. То есть сейчас самые большие телескопы в мире 10-метровые, но там четыре стоит. И они все могут работать как один. Это вот следующая обсерватория Параналь. И следующая обсерватория, третья, в которой я был, ее закончили строить в 2013 году. Это 66 антенн 7-12-метровых, субмиллиметровых. То есть они наблюдают холодную Вселенную. То есть это пыль космическая. Космическая – это формирующиеся планеты за пределами Солнечной Земли. Вот это всю эту историю. С ужасно огромным разрешением. То есть у нас 66 тарелок стоит таких вот. Это причем там европейские, американские и японские тарелки. Ну, антенны. И они либо стоят вместе, либо их специальными трикотями разводят на 16 километров. Они все равно все работают как один телескоп. И это уже 5000 метров над уровнем моря. И я и туда поднимался, наверх, на самый верх. Причем астрономы туда не поднимаются. Там только техники и мы, мощные журналисты. А в ближайшем к Кате Шрёдингера будет большой репортаж. А на чердаке уже есть фоторепортаж. И в популярной механике будет пройдет третья обсерватория отдельный материал. На коллайдере еще не ездил. В Дубне был на коллайдере. Но должен был в прошлом году поехать в ЦЕРН. Но в ЦЕРН вообще не проблема. Рядом в Швейцарии, господи. Сел и поехал. А там где-то строительство, а с темальной маршрута? Ага. Горы уже сравняли. Более того, вы понимаете, что астрономы не работают, не смотрят в телескопы сейчас. У них есть специальный Operation Facility Center, в котором они сидят и работают с ними. И вот в этом самом центре, где VLT, это 4 восьмиметровика, то есть там 4 пункта управления этими большими телескопами. И уже выделили пятый угол, который называется ELT. И вот я общался с главой инженерной команды всей этой фигни. Потому что большая часть ребят уже занимаются контрактами, то есть уже рассчитывают электронику туда, там все заказывают на разных фирмах, что нужно строить. Я на самой горе не был, она находится в 17 километрах от Параналия. Я ее сфотографировал, выровненную гору. Но там еще не только будет этот телескоп, экстремально большой. ELT, он будет в 25-м году запущен. Но в 22-м году, там где Лассили, первая обсерватория древняя, ну самая ранняя, будет работать американский Магеллан, 22-метровая. И там тоже гору уже сравняли, уже все работает. Поэтому сюда строят, работают. А этот самый, который вот, Альма-3, обсерватория субмиллиметровая, ее потихонечку будет включать в этот самый, в проект СКА, Square Kilometer Array. Это сообщество радиотелескопов, которые будут вместе равны тарелке площадью квадратных километров. Россия будет участвовать в СКА немножко своим радиоастроном, радиоинтерферметрии. В ЕСО они пока не участвуют. Хотя, 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 вот для этих самых, для некоторых телескопов ЕСО, зеркало, зеркало делала Россия. Лоткарина наша. Еще вопросы? Конечно. А одиннадцатый уровень, двое одноклассников, в чем особенность? Я не знаю, как. Я правда не знаю, как это самое. То есть я даже не пробовал пока еще. Ну, одноклассники, это для такого понембратского общения простых людей, все-таки сеть, для поиска одноклассников, которым уже 40 лет, в первую очередь. Ну, можно попробовать. Я даже не изучал. Ну, обычно говорят, реально, СММ, social media, они не работают там почему-то. Никакие методы за мной работают. Я не знаю почему. У меня, к сожалению, вот, это проблема универсализма, поскольку я умею все, ну, все, я многое умею. То есть я занимаю, я пишу тексты, я редактирую журнал, я пишу книги, снимаю видео, снимаю фото, там, продвигаю в соцсетях свои, там, на наши порталы. А у меня физически времени на все не хватает. У меня еще, очень хочу на Меркурий, там 1480 часов в сутках. Одноклассники, это как раньше, на старых картах писались, здесь водится чудовище. Не, ну, не надо так относиться. Там, на самом деле, просто нужно найти свой подход. А наука интересна всем. Я проверял. От сторожа на ипподроме до, не знаю, до последнего, там, индейца в пустыне Атакама. Всем это интересно. Ну, люди есть любопытные, есть люди неумные, есть люди необразованные, есть люди, так сложилось, они там, не попали в себя. Но в каждом человеке есть тяга к неведомому. Если ее нет, он уже умер, фактически. Таких людей не так много, как... Я только когда начинал там профессию, когда я играл в Штуре, Агдаево, все остальное, я и сейчас играю, ну, раньше я играл много. И как все знатоки считал себя человеком высшего сорта, там, на всех с них поплевывая смотрел. И это, на самом деле, потом общение с простыми людьми, не знаю, выпить пиво или водки или чего угодно, ну, зависит от того, кто что пьет, там, ночью у костра с ОМОНовцами или с ребятами из десантной дивизии какой-нибудь, простой. Да, вот, абсолютно простые люди. Оно очень сильно прочищает мозги, особенно на тему твоей элитарности. Особенно на тему того, когда ты понимаешь потом, что люди, которые такие вот элитарные, там, ученые многие, знатоки, даже с хрустальными словами, они на поверху указываются гораздо большими сволочами и подонками, чем простые люди. То есть, вот, уровень знания, уровень, там, образованности никак не коррелирует с человеческими качествами, с душевными. И это очень сильно, как бы, лечит. Поэтому, а все остальное, в одноклассниках тоже есть хорошие люди, им тоже все интересно. Вот, предостерегаю вас от зазнайства, вот, и вот от смотрения на всех остальных сверху, свысока. Это вот самое страшное, что может случиться с человеком. Многие из научных журналистов – снобы. Страшные, отстойные снобы. Их жалко. Они одинокие и никому не нужные люди. Так и есть, это правда. Не станьте таким. Наука? Да, да, да. Как будет наука? Наука? Три основные направления. Куда сейчас будет? А? Роботы? Роботы, конечно, будут. Более того, роботы будут… Что? Открытие. Открытие? Ну, главная вещь, в которой мы до сих пор не понимаем, что это такое, в принципе, от слова совсем, даже на уровне принципов, да, не подступились, что это сознание. Мы не знаем, что это такое, как оно работает. Вот сейчас этим все занимаются. Это нет никакой особой революции. Есть, наверное… Нет или нет? Да. Есть такая… Нет, это не так. В этом смысле, смотри, какая история. Во-первых, мир стал меньше. Сутки и вы в любой точке мира. То есть вот сутки и вы нам на другое половине Земли. До чьей ли суммарно лететь там сутки? Ну, три пересадки, ну, хрен бы с ним. Две, ладно. Какая дальше? Когда мы научимся напрямую общаться, ну, напрямую общаться, ну, когда нам не нужно будет… То есть, когда мы сможем напрямую влазить в сеть через мозг. Это будет интернет 4.0. Это будет лет через 10. Ну, будет. Вот это и вам можно поспорить на бутылку хорошего вина. Хотите? Вот свидетелей много. 10 лет 26-й год. Интерфейсы мозг-компьютер. Надеваем цапочку. Из фольги. Из фольги. А? Но пока что в интернет мы не входим. То есть, что мы можем уже сделать? Мы можем этим управлять… Мысленно управлять движением, там, не знаю, инвалидной коляской. Это уже можно, даже обезьян научили управлять. Можем управлять беспилотником таким же вот образом. Можем печатать текст. Пока есть еще проблемы с входом обратной информации, но уже тоже потихонечку есть. Буквально неделю назад была новость о том, что уже сделали первый протез, который обратно передает в мозг информацию об этом самом… Ощущениях. То есть, человек чувствует поверхность шершавая или гладкая. Импланты, которые передают другую сенсорную информацию в мозг, существуют давно. Лет 70-х годов. Есть такие кохлеарные импланты, вы, наверное, знаете. Когда человек глухой не потому, что у него ухо не работает, у него не работает нерв. И вот там есть такие вот импланты, которые передают просто напрямую звуковую информацию на слуховой нерв, туда вот, в мозг. Вот там есть проблемы. Они настроены на речь, и речь нормально, на речь нормально настраивается, передается. Но там проблемы с музыкой. Вот музыку человек слушать не может. Она слишком сложная для передачи. Сейчас люди разрабатывают, как упрощать музыку, чтобы они могли ее слушать. Реально, сейчас есть работа об аранжировке музыки для кохлеарников. Буквально тоже там две недели назад была статья. Серьезно, научная большая статья. Вот поэтому будет мозг изучаться и изучается. Первое. Второе. Мы будем дальше заниматься астрофизикой, искать жизнь на других планетах. Мы ее найдем лет через 10, опять же, без вариантов. Ну, в смысле, не разумную жизнь, а следы жизни найдем обязательно. То есть, я думаю, что где-то как раз с вступлением в строй этих экстремальных больших телескопов, также Джеймса Веба, мы сможем получать спектр экзопланет, в которых мы увидим хорошую органику, типа хлорофилла, что-то такое. Вот. Ну и плюс еще круче начнем изучать элементарные частицы. Ну и плюс, да, плюс материалы. То есть, мы еще примерно процентов на 10 пока что поняли, что нам принесет открытие моих товарищей по ВУЗу и номерских лауреатов Гейма и Новоселова, Графен. Вот. Сейчас еще только начали эти работы другого моего замечательного друга Артема Аганова, который полностью переделывает химию нафиг, отлов со всем. Невозможные вещества придумывает и потом синтезирует их. Вот. Революция в материаловедении еще будет. Вот такое мое. Мне это кажется из того, что я как бы вижу, куда движется наука. О чем пишут, о чем говорят. Ну, она планируется на 17-й год, но нифига не получится. То есть, это просто не вброс? Нет, это не вброс. Человек действительно реально пытается это сделать, но скорее всего операция закончится смертью. Ну, или смертью, или... То есть, тело, оно будет присобачено, извините за выражение, но управлять кем человек не сможет. Ну, на 17-й год. То есть, если в следующем году эта операция будет проведена, то, скорее всего, успеха не будет. Полного. Другой вопрос, нафига это вообще в принципе нужно? Вот пересадок головы. А? Что спасти ему? Он не умирает. Он парализован. Жить он будет достаточно долго. Если человеку обеспечить... Ну, если он говорит, уже сейчас можно сделать ему и нормальные протезы, которые будут полностью управляться интерфейсом с компьютером, это уже с 12-м года уже возможно. Если ему сделать управление еще и транспортным средством, которое он есть, ну, что ему еще нужно-то, господи? Другое тело, конечно, круто, но полного управления, скорее всего, не будет. Но, с другой стороны, будет очень много данных для науки. Это да. Вопрос в том, что как будет делать эту операцию, какой-то сравнительно левый хирург. Не знаю. Все люди, все специалисты, с которыми я общался, они говорят, что нифига из этого не выйдет. У меня тоже такая же вопрос. У него пока ни одной работы нормальной, хотя бы о соединении. И главная проблема – это соединение нервов в позвоночнике. И у него ни одной работы в восстановлении нервов нет. Потому что если бы это была работа, то была бы революция в помощи людям с травмой в позвоночниках, у которых перебит нерв. А пересадка головы – это так, властво. Еще вопросы? Да. У вас есть какие-то секреты написания, кстати? Вы можете написать несколько дней. Да. А? Выспаться. На самом деле, секрет один. Сейчас вам открою. Большой секрет научной журналистики. Никому не рассказывайте. Ни одна школа, ни один курс, ни один мастер-класс, вообще ни одна программа не может научить человеку научной журналистике. И не может научить писать. Мое глубокое убеждение, проверенное опытом личным моим и моих учеников. Их немного, к счастью. Это то, что научная журналистика – это ремесло в средневековом смысле слова, в цеховом смысле слова. То есть, научиться можно как? Есть учитель, есть ученик. Ученик слизит за своим гончарным кругом и ваяет вазы. Сделал одну вазу. Взошел учитель и сказал – фигня. Делай еще. Вот ученик фигачит тексты, а потом с учительом разбирает, что есть, что не так. Это вот один вариант. Вариант второй – ты себе учитель, ты себе ученик. То есть, ты делаешь свои ошибки, попадаешь, печатаешь, тебе говорят, что за фигню ты написал, но в публичном пространстве. Жестоко, но тоже вариант. Ну и повторение, повторение – писать ежедневно. Вот про это мы будем говорить о том, как самосовершенствовать себя. Я сама выгодирую в токах, и меня бы интересует вопрос. Может быть, у вас есть какие-то секреты прохода тебя, как научный журналист, как закрытые медицинские учреждения? Ну, логические, да, какие-то учреждения? Хороший. Отличный вопрос. Прекрасный вопрос. Есть главное правило. Все работают не с конторами, а с людьми. То есть, ты не говоришь, что ты представляешь какое-то издание. То есть, в такие закрытые вещи ты можешь полететь только как человек с авторитетом. То есть, условно говоря, есть такой, вы, наверное, знаете, Институт медико-биологических проблем, МБП. Какое-то время там журналисты не пускали слова совсем, вообще никого. После того, как МК написала, что они отправляют цвету и воду на МКС, освещают им что-то еще. Вот. Но, как только мы сказали, ребята, мы не журналисты, вообще не журналисты. Мы ученые, такие же, как вы. Только просто пишем об этом. Мы покажем вам все, что напишем. Перед публикацией. И всю фактуру вы вычитаете и посмотрите. Как бы не вопрос. И если еще кто-нибудь, не знаю, там, не знаю, тех, кто уже с вами поработал хорошо, и которого знают там, скажут, это нормально, с ним можно работать. Как бы не вопрос. И тогда, когда у вас будет какая-то репутация, вы будете приходить куда-нибудь, и там человек, который наверху будет говорить, приведет вас к ученым, скажет, так вот, просто у меня так тоже, так, конечно, я все это проходил. И вот есть такой институт общей физики, Академия НО, где придумали лазер. Там тоже много закрытых тем, и очень снопские ученые. Но там есть замечательный замдиректора, Сережа Гарнов, который когда-то, когда я им помогал писать, очень много чего писать, он привел меня, собрал из тех, как он будет писать, так, ребята, вот этот молодой человек, он научный журналист, не журналист, он ученый, как бы, что он понимает, вы с ним можете говорить на одном языке, это очень важно, дать понять, что ты можешь с ним говорить на одном языке, что ты их понимаешь. Вот он будет вас писать, он, конечно же, покажет вам все тексты, которые вы будете писать, но смотрите, вы циферки поправьте, а в язык не лезьте, он знает это лучше. И вот только через авторитет, и через личные связи, больше никак. А поскольку в ноги мир тесный, все-все знают, и вы достаточно быстро, когда вы хотя бы с одним человеком наладите нормальный контакт, нормальную работу, дальше уже по цепочке очень будет легко. Сейчас. Ага, у нас второй вопрос. В участии, с каждым днем, мы все больше проблем доверяем машину для решения, да? То есть, по интеллекту машин, да? Ну, не дергать, доверяем. Ну, волей-неволей. Сейчас, секундочку, все закроют дверь, шумно. Волей-неволей доверяем, да, позавчера компьютер обыграл человеков в ГО. И? Да. А что, я периодически об этом думаю, что почитаю, мне интересно, что вы можете сказать по поводу этого. Почему это все приведет к личным счетам? Ни к чему. А не может получиться так, что в какой-то момент машина будет принимать верное стратегическое решение, и она с ним не верна? Не, не будет. То есть, можно как бы спать? Вот у вас есть дома калькулятор? Что у нас есть дома? Калькулятор. Да, мальчик. Он наверняка складывает числа лучше, чем вы. Слава Богу, да. Вот. Но это не сделало его гениальным математиком. Я понимаю. Машина обыгрывает человека в ГО. Прекрасно. Но эта программа, обыгрывающая человека в ГО, никогда не обыграет вас в футбол. Или в шахматы. Потому что под шахматы нужно писать другую программу. Она научена играть в ГО. И все. Поэтому забейте. Тем более, компьютер никогда не сделает глупости. А человек сделает. Компьютер не сделает глупости в решении конкретно этой программы. То есть как? Нет. Компьютер не... В решении этой проблемы может быть слухом. А он... Как он может решать другую программу, если ее перед ним не ставят? Я не говорю, что он будет решать другую проблему. Ну. А он нанесет урон побочный. Как? Я тебе не могу себе представить. Нет. Есть вещи, которые там, условно говоря, могут быть опасными. К примеру, беспилотный автомобиль, да, условно говоря, вот сейчас мы тестировали программу для беспилотника, по-моему, гугловскую, да, и выяснили, что, условно говоря, в случае сложной аварийной ситуации, да, она убьет вас, чтобы не убить двух пешеходов. Ну, прочитай, один человек, два человека, да? Стоять, что ты и забыла. Вот. Вот тут, да, тут могут быть проблемы реальные. Но такую программу никто не сможет, во-первых, никто не захочет себе покупать, и, во-вторых, никто не запретит вождение руками. И эти вещи вычищаются, естественно. Я предвижу, что таких стратегических ошибок проблем не будет. Возможно, частные вещи, которые будут вот в таком порядке, да, возможно. У вас был вопрос? У нас есть два. Первый вопрос. Вы говорили о том, что вы проводите в социальной науке, выступления лекций и так далее. Это насколько часто вы проводите подобные мероприятия в маленьких городах. Вопрос, откуда, что я сама измена в городе и в городах с населением порядка 30-40 тысяч заниматься или вообще даже узнавать на науке пока ты школьник, пока ты отправляешься в выборе, очень проблематично, потому что наиболее популярный источник информации это либо интернет, либо... Так. И потом интернет это правило социальной сети и прочее, где, к сожалению, очень много всякого шлака. шлака много, но вот по счастью в интернете сейчас популярно на науке не просто много, а очень много. А в соцсетях ее, особенно вконтакте, такое количество, что... периодически те же науки и техники, потом и саймс... Нет, вот эти вот мега-мега крутые большие паблики с миллионами подписчиков, они пишут всякую фигню. Да, но проблема в том, что чаще всего миллионы подписчиков подписываются на эти паблики. Нет. Потому что контент отсортировать человек, и нужно как-то показаться... Для этого существуют профильные сайты. И они есть. Их становится больше. Есть чисто... Сейчас специально для этого сделан чердак N plus 1, в которых вполне себе фильтрованная информация, и она обновляется постоянно. И этих сайтов становится все больше. Есть код Шрёдингера, который можно читать и в сети. Есть популярная механика, есть вокруг света, в конце концов. У которых есть сайты, на которых можно все смотреть. Например, мы поговорим в науку в СМИ. Да, безусловно, проблема донесения до маленьких городов есть. Не спорю. И тут еще огромное количество работы, которые тоже нужно кому-то делать. А именно, то есть нужно либо дергать, развивать какие-то крупные трансроссийские, общероссийские федеральные компании, как это делают, Норникель. Норникель сейчас много проводит в фестивале науки. Нужно там Росатом проводить фестивали науки. Нужно дергать Русгидро, нужно дергать всякие другие. Нужно работать с губернаторами. С каждыми это все нужно просто делать. Сложно сидеть, говорит, вот, не там, не там, не там, не там. Встать, сделать, самому. Это можно. Как ни странно, это самое поразительное вещество. Если ты начинаешь что-то делать, тебе что-то получается. А если ты ничего не делаешь, ничего не получается. Вот. Вот вам, к примеру, прекрасная идея, да? Наука для старших школьников. Сделайте сайт, сделайте портал, сделайте паблик ВКонтакте, в котором не будет шлака. И поверьте, у вас за два года будет миллион подписчиков. Если вы сделаете его хорошо. Это, вот этот паблик под силу сделать пяти человек хватит за глаза. Вот так вот. Пять человек, миллионная аудитория. Вот в чем отличие современных СМИ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ